В деньгах я закрыл свои потребности, купил себе автомобиль, купил себе озеро, не отказываюсь себе в отдыхе. Нет, подожди, ты давай не увиливай, нас интересует сколько ты денег заработал. Ух, друзья, всем большой привет, на связи с вами Павел Куксенко. Вы многие меня знаете, но, собственно, я представляться особо не буду. У меня сегодня, ну что там, сегодня уже четвертый день у меня в гостях этот замечательный парень, и его вы тоже многие знаете, но, пожалуй, представить его все-таки будет целесообразно. На ваших экранах наш уважаемый соратник из города Казань Ленар Гильфанов, друзья, человек, который за достаточно короткий промежуток времени смог стать, ну, восходящей звездой нашей ассоциации, это однозначно и факт. И я вообще, меня переполняет гордость за ребят, которые в столь юном возрасте показывают хорошие результаты, и Ленар один из тех ребят, которые сегодня по истине и действительно по факту совершенно заслуженно входят в топ-100 аукционных брокеров по версии нашей ассоциации, и Ленар тот самый человек, который сегодня представится, расскажет вообще, кто он, что он и с чем его едят. Дорогие друзья, меня зовут Гильфанов Ленар, я занимаюсь торгами уже ровно год. Параллельно у меня есть еще два бизнеса, которые я хочу оставить и посвятить себя полностью торгам, так как я понимаю, что это дело в моей жизни. Я занимаюсь строительством, небольшая фирма, строительство линии электропередач и небольшой торговый центр, где есть мой продуктовый магазин. Но я хочу все это оставить, как я уже говорил, и заняться торгами. За эти… Подожди, а сколько тебе лет, Ленар? Мне полных лет… Кульминация сейчас самая будет. Полных лет мне 24. Вот. Еще даже не 25, но я уже думаю, что мне уже 25. И я, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Ленара. Буквально вот несколько недель назад Ленар перед Богом стал женатиком и попал в клуб женатиков. Вот кто знает, в исламе есть такая традиция, называется «никак». И вот Ленар недавно у нас стал полноценным, так сказать, мужем. Серьезный, малый. Чужие дети очень быстро растут, коллеги. Вот это очень важный фактор. Итак, Ленар, тебе 24 года, у тебя два своих действующих бизнеса. И, к слову сказать, друзья, Ленар буквально недавно, вот полторы недели назад, две недели назад, открыл в городе Казань представительство нашей ассоциации. Это будет первое представительство, полноценное, открытое, целиком и полностью, с нуля до сотни, что называется, нашими ребятами, кто к нам присоединился в свое время и сегодня активно этот бизнес развивает. Ленар, многие, вот мы часто пишем про тебя, у тебя вот самый крайний кейс, такой был очень разгромный, на него была очень большая реакция. Звучал кейс очень высокопарно, но это отражает действительность. Ленар, друзья, приготовьтесь, вот сейчас есть такое вообще в торгах по банкротству. Купил себе озеро, коллеги. Да, даже два. Купил парень этот себе два озера. Два озера? Да, два озера. Одно большое, а в него втекает маленькое. А, вот так вот. Где родники бьют. Ага. Где эта история вообще произошла с тобой? Эта история произошла чисто случайно, опять же, с помощью нашего любимого ты банкрота. Я наткнулся на земельный участок в 3 гектара почти за символическую цену и решил посмотреть, что там. Оказалось, там два озера. Я съездил на место, это всего лишь 30 км от Казани, и увидел прекрасный уголок нетронутой природы, где озера, бобры живут у нас там, вот. Вода чистая, не пересыхает. Супер. В планах там сделается экоферма, чисто для себя, для своих друзей, такой узкий круг, вот. Ну, на самом деле, можно и острова себе покупать. Да, конечно. Пароходы. О другом речь, друзья, что когда мы слышим подобные вещи, у нас сразу в голове, ну, у меня столько денег же нет. Ленар, за сколько ты купил себе озеро? Два озера, за сколько ты взял? За 231 тысячу рублей я купил почти 3 гектара земли, 282 сотки. Потрясающе. Это 825 рублей за одну сотку. Обалденно, вообще. А эти места, как там вообще, ну, красотища, а там вот рядом деревни какие-то есть? Да, в одном километре там поселок есть, оттуда мы будем тянуть линии электропередач, опять же. Я этим же занимаюсь, как бы, поэтому для меня это будет дешево. Вот. Есть асфальт тоже в километре от этого места. Ну, все решаем. Да, все решаем. Мы же сначала все просчитывали, какие уложения и так далее. Скажи, пожалуйста, а вот в начале тебе было сложно? Вот год назад ты к нам присоединился, июль. И вот сегодня, ну, практически мы подводим черту под этим годом. Да, да, да. Подводим, как сказать, краткосрочные результаты вообще. Вот что получилось за этот год и насколько тебе было сложно в начале? Было ли вообще сложно? В начале было мне сложновато, потому что я учебу закончил в июле месяце, а первые свои торги я выиграл только в августе. Ой, вру. В начале сентября. Вот. Да. И это был легковой автомобиль. Мы его даже почти в глаза не видели, так сказать. Так не делайте, пожалуйста. Так нельзя делать. Я понял, это была моя первая ошибка. Ну, мы заработали с этого автомобиля денежки, первые получили опыт, какие-то ошибки и поняли, что у нас это все очень зацепило, и мы хотели двигаться дальше в торгах. Что было дальше? Дальше мы выкупили трактор, дальше был второй трактор, потом была недвижимость, спецтехника пошла уже, которая более дорогая. Вот. За, получается, этот год у меня 16 побед. Вот, 16 побед. Ну, сейчас считали, сидели, кстати. Да, я считал, потому что уже потерялся там в этих победах, если честно. Потому что уже как-то, чем больше побед, тем уже они меньше удовольствия. И так, у тебя 16 побед. Сколько это в деньгах вообще? В деньгах. Ну, вот рыночная стоимость этого всего сколько? Рыночная стоимость, получается, в районе 12 миллионов. В районе 12 миллионов. Мы продали уже 9 объектов из 16. Три у нас, получается, по агентской схеме победы. Это когда вы не на себя, а за комиссию. Да, мы не на себя, а за комиссию мы работали, да. И, получается, вот сейчас у нас осталось 4 объекта. Которые? Которые мы реализуем. И у нас будет сумма в размере 6 миллионов 750 тысяч. Окей, а что это за объекты? Это у нас, получается, недвижимость. База, автобаза в поселке Урусу. Это республика Башкортостан. Вот. Я об этой победе никому еще не рассказывал. Так как не реализовал этот еще объект. Поэтому решил об этом пока помолчать. Вот. Есть еще один объект, который мы недавно выкупили. Скоро этот пост выйдет. Этот кейс будет. Там чистая прибыль у нас будет минимальная 1 миллион 200 тысяч рублей. У нас совместные? Да, это совместные. Мы покупали автобетонный насос. Восстановили его. Сейчас, кстати, мы его продаем. Да. Если есть желание. Мы напишем. Да. Об этом мы все напишем, конечно. Окей. Еще у тебя два объекта. Еще два объекта. Да. Недвижимость у нас еще есть. С моим партнером мы покупали. Это под Казани еще один земельный участок. Вот. И получается, ну, последний участок я оставил себе. Это озеро как раз таки. Ну, если его продавать, можно заработать где-то минимум. Миллион двести тоже. Ага. Окей. Скажи, пожалуйста. Ну, вот, кратко, в принципе, стало понятно, кто ты. Ты год с нами. Этот год для тебя был насыщенным, интересным. Очень. Очень. Я в лице тебя приобрел очень хорошего товарища. И мне, и Давиду, и другим нашим соратникам. Кто тебя знает. Мы очень к тебе прониклись. И вот, кратко подводя итог этого года. Что в сухом остатке? Вот год твоему опыту, год твоей практики. Давай, в деньгах, в эмоциях. Вот что вообще у тебя, что прибавилось-то? Очень расширился круг моего общения. Я очень благодарен нашей ассоциации, в частности, Павлу, Давиду, что они так с душой отнеслись. Да, с доверием, я так скажу. Поверили в меня, в мои способности. А как ты нам не верил в начале? А как я им не верил в начале, да. Было дело. Просто у меня юридическое образование, и как-то подход тоже такой, с документами, чтобы все пробить, все узнать. Ага. Ну, вот видите, год уже прошел. Мы сейчас здесь, сидим с Павлом. Как говорится, в теплых, хороших дружеских отношениях. Спасибо вам. В партнерских. Вместе делаем совместные дела. Очень большой опыт я перебрал в плане недвижимости также. Я думал, что у меня есть опыт, но этого было недостаточно. Вот. Больше навыков приобретения недвижимости именно для инвесторов. Каких-то пакетных предложений. По спецтехнике я тоже научился сам что-то даже ремонтировать. Даже было такое. Ну, хочется иногда стряски, чтобы что-то самого покрутить. Вот так вот. Гайки там и так далее. То есть. В таком ключе. Да, да, да. Понятно. Это полезно. Это полезно. Безусловно. Да. Окей. А в деньгах вот, старина, скажи, пожалуйста. В деньгах? В деньгах я закрыл свои потребности. Купил себе автомобиль. Окупил себе озеро. Не отказываюсь себе в отдыхе. Нет, подожди. Ты давай не увиливай. Вот нас интересует... Цифры? Сколько ты денег заработал? Цифры? Чистыми я заработал на данный момент получается... Вот за год? За год. Ну, пять с половиной миллионов чистыми. Пять с половиной миллионов чистыми? То есть. Мы постоянно же в профиците. Вот. Мы заново вкладываем эти деньги, так сказать. Реинвестируем. Да. Мы реинвестируем, да. От того, собственно, столько побед и есть. От того столько побед и есть. Да. То есть мы постоянно вкладываем, 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 вкладываем. Я правильно помню, что у тебя первый миллион рублей, с которым вы заходили в начале, он был заемный? Что это чужие средства были? Ну, да. Это вы у кого-то взяли и их начали крутить? Да. Мы взяли в долг на несколько месяцев с возвратом процентов. Окей. То есть взяли деньги, обернули, заработали сами, помогли инвестору заработать, как бы все были довольны и человек дальше вложил. Давид Викторович, вот сейчас не знаю, что ты будешь испытывать, смотря это видео. Лично я могу сказать, что то, что мы с тобой сделали, с нашей командой и так далее, это не может не радовать, безусловно. И глядя на результаты молодых совершенно ребят, у меня душа поет, правда. Мне очень приятно, что в моей стране есть еще люди, которым что-то надо, они куда-то лезут, куда-то стремятся. Ими могут гордиться их родители, их семьи и так далее. Это очень важно и это вообще сплочает нацию, как мне кажется. Вот такие вот результативные ребята. На ваших экранах был 24-х летний, один из самых крутых брокеров в нашей ассоциации. Человек, который не делом, не словами точнее, а делом доказывает свой профессионализм, свой подход, свой рост. И мы этот рост в течение этого года наблюдали. Ленар, тебе огромное спасибо за то, что ты сегодня вдохновляешь людей. Действительно, многие сегодня посмотрят на тебя и скажут, что как же круто, что вообще все реально и это все доступно. И, друзья, не стоит там себе какие-то убеждения рисовать, что ой, я уже старый или я там молодой и так далее. Все у нас в голове и Ленар тому абсолютное подтверждение. Также, коллеги, я хочу вам сказать, что у нас в городе Казань открылся полноценное представительство нашей ассоциации. Более того, это представительство будет закреплено в ближайшее время уже до юра. Это будет полноценное документально оформленное взаимоотношение. И всем тем, кто имеет средства и хочет их обернуть на торгах по банкротству, приобрести для себя что-то, кто хочет, скажем, имея свои навыки, там, работать в торгах по банкротству, попасть в команду, Ленар тоже двери свои открывает. И по любым вопросам вообще вы можете обращаться к нашему лидеру. Это поволжский лидер, который сейчас у нас отвечает как минимум за Татарстан. Будем смотреть, что будет происходить дальше. В принципе, тебе и региональное управление можем дать и так далее. Но вопрос в том, как мы это будем делать. Давайте, все у нас впереди. Рынок хороший, растет, работает и все будет получаться. Спасибо тебе огромное за твой визит. Благодарю. Вам, коллеги, ставьте лайки, задавайте вопросы Ленару и пишите ему в личку, если есть какие-то вопросы. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода